Ежегодная всероссийская акция «Тотальный диктант» пройдет во Владивостоке 8 апреля. Уже в 20-й раз все желающие смогут проверить свою грамотность, вспомнить правила русского языка, а также познакомиться с современной литературой. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие в этом году в «Тотальном диктанте»? Потому что мне кажется, что со времен школы знания как-то немного ушли. Хочется найти, где пробелы, что лучше повторить, какие темы, наоборот, еще в голове остались и подтянуть свое письмо. Мне на самом деле кажется, что эта тема очень интересная и познавательная. Опять же, помогает узнать, в чем остались недочеты какие-то, повторить то, что уже имеется, может открыть для себя что-то новое. В прошлом году в первый раз участвовал в этом, и немного результаты обескуражили. То есть, все-таки работа подразумевает постоянную работу с текстом, но все равно были ошибки, но, надеюсь, в этот раз будет гораздо-гораздо лучше. Тем более, раз у нас сегодня будет, не сегодня, в этом году будет соотечественник из города Владивостока, будет интересно посмотреть, что именно он, так скажем, предоставит и поучаствует в этом диктанте. В этом году автором текста для диктанта стал владивостокский писатель Василий Авченко. 8 апреля он прочтет свой текст о путешественнике Владимире Арсеньеве в столице тотального диктанта 2023 года Нижнем Тагиле. Этот диктант пишется и по всей стране, и по всему миру. За границей это либо наши соотечественники, либо иностранцы, изучающие русский язык. И даже в космосе на МКС космонавты писали диктант. И мне показалось правильным, если это будет текст об Арсеньеве, если кто-то о нем, может быть, узнает впервые, кто-то вспомнит, захочет его прочесть или перечитать, в этом случае я буду считать свою задачу выполненной. И тогда тотальный диктант будет не только проверкой грамотности, но и, в общем, будет иметь такое вот просветительское, что ли, измерение. Пройти подготовку к диктанту участники смогут в середине марта в онлайн-школе. Регистрация на площадке проведения акции откроется за 10 дней до начала мероприятия. Следить за новостями проекта можно на официальном сайте «Тотального диктанта». Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.